Мистическая рулетка Если рулетки на мистические контейнеры, то для кого-то это очень круто, ну а кто-то в этом смысла не видит. Что касается лично меня, я очень сильно сомневаюсь в годности данной рулетки по одной простой причине, потому что вот эти 16 прокрутов обойдутся в 18 тысяч золота, ну если быть точным, то 17 987. Что вы отсюда получите? Вы отсюда получите вероятность. Почему именно вероятность? Потому что даже если вы заберете главную награду, то не факт, что из этого мистического сертификата вы получите танк, которого у вас еще нет. И возможно будет повторение, и если это повторение будет допустим по премиумной машине, то получите великолепную компенсацию в виде серебра. Да, коллекционок тоже хватает, и все зависит от того, ребят, сколько конкретно танков в коллекции у вас уже есть в вашем ангаре. В моем случае я буду крутить на том аккаунте, ребят, на котором, во-первых, никогда не крутил рулетки и хочу посмотреть, действительно ли это на что-то влияет. Ну а второе, потому что здесь у меня собрана самая малая коллекция танков, ну и соответственно вероятность повторения гораздо ниже. На моем основном, допустим, аккаунте у меня более сотни премиумных машин и более сотни коллекционок. Того получается в районе 200 тачек в коллекции присутствует. В общем, крутить эту рулетку на основе не вижу никакого смысла. Ну что, ребят, давайте будем начинать. У меня, понятное дело, не хватит прочности на то, чтобы забрать главную награду где-то на последних прокрутах, но попытаемся что-то выбить из контейнеров, если мистический сертификат все-таки не дропнется. Ну и, в принципе, неплохое начало. Сразу 5 мистических контейнеров первого уровня, что касается того, что, в принципе, в рулетке присутствует. В рулетке присутствует мистический сертификат как главная награда. В рулеточке у нас присутствуют контейнеры первого уровня, а именно 24 конта, разбросанных, начиная от 5 штук сразу и заканчивая единоразовым выпадением. И у нас, ребят, есть еще контейнеры второго уровня, но не спешите радоваться, их там всего 3. И один раз вы можете забрать сразу 2 контейнера и один раз можете забрать один контейнер второго уровня. Это то, что касается наполнения рулетки. Ну и сейчас, как вы видите, несмотря на то, что у меня аккаунт, на котором ни разу еще рулетки не крутились, в принципе, ничего удивительного не происходит. Меня, по крайней мере, вообще не удивляет то, что сейчас я вижу на своем экране. Ничего не падает. Так, закончились. Закончились контейнеры, заплатил за них 300 голды. Не знаю, пишите в комментариях, стоили эти 300 золота, этих 5 контейнеров. Ну а, по крайней мере, того, что оттуда упало или нет. Глядишь, есть, конечно, вероятность, что прям совсем фартанет. Вот я получу себе контейнер второго уровня и из контейнера второго уровня мне выпадет фон профиля, мистический полторушка голды. Ну, неплохо. Неплохо получается окупился, по крайней мере, пока. Едем дальше. Крутим. Так вот, если выпадет фон профиля и там будет 50 косарей, да, это будет действительно очень-очень круто. Здесь я спорить абсолютно не буду, это будет гораздо лучше, нежели какой-то премиумный танк, который случайным образом выпадет мне из теоретически получаемого отсюда мистического сертификата. Я все-таки не люблю такую суматоху. Дело в том, что я за то, чтобы брать кота в зоомагазине, покупать его и тащить за хвост к себе домой, а не пытаться этого кота достать из мешка, неизвестно, что за кот тебе попадется. Ну, а в данном случае еще и есть очень большой вопрос, есть ли, в принципе, этот кот в самом мешке. Не сильно сейчас пока выгодно получается. Так, крутим. И тогда откроем дополнительно еще этот контейнер, который выпал сейчас и который я не открывал. Ну, давай. Вот так вот. Вот так вот получается. Так, открываем. Здесь, получается, сможем открыть целых два контейнера мистических. По талисманам. По талисманам мне еще надо три талисмана для того, чтобы открыть контейнер второго уровня. Там, напомню, не 5% вероятность выпадения сертификата, а целых 10. Но, скажу вам откровенно, был у меня случай один. Я открывал контейнер третьего уровня. И знаете что? Из контейнера третьего уровня, в котором целых, ребят, 15% выпадения сертификата, вероятность его все-таки я не увидел. Ну, ладно. Это уже так, знаете, о наболевшем, что называется. Ну что, давай. Давай чего-нибудь. Ну, дай какую-нибудь тачку. Хоть какую-нибудь даже, не знаю, самую негодную, самую неинтересную. Но уже хотя бы из принципа-то. Можно мне ее вручить? Вручить. Ну, ну давай. Ну, блин, ну класс, да? Прям по одному сыпет и сыпет. Прям жир жирный. Не знаю, не сильно мне это все нравится. Так, мистический контейнер второго уровня. Собрали таки. Смотрим, что в нем. Ну, давай, мистик. Ха-ха-ха-ха-ха. Ребят, мистический контейнер второго уровня. Второго. Для того, чтобы его собрать, надо 15 мистиков первого уровня открыть. И я из него получаю фуфловых 400 единиц свободного опыта и 100 тысяч серебра. Ребят, напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Мне действительно интересно ваше мнение. Я бы сейчас выразился другими словами, но пообещал, что у меня канал будет культурным. И я не буду ни культурных слов на нем говорить. Так. Ну. Ну давай, не жлобись, блин. Ну дай хотя бы второго уровня, блин. Ну класс. Просто супер. Практически за косарь голды я получаю еще один мистический контейнер первого уровня. Класс. Просто супер. Действительно. Феорически. Феорически просто. Я не знаю, можно ли это считать в прямом смысле феерией. Но по-моему это грандиозная фиаско. Реально. Давайте теперь смотреть по шансам выпадения. Ну понятное дело, что больше всего шансов выпадения в мистическом контейнере первого уровня. Причем 4 канта. Это просто 1, 2, 3, 4. То есть непонятно, что из этого может выпасть. Да, ну вот с долей вероятности в 40%, грубо говоря, выпадет скорее всего там один какой-то контейнер первого уровня. По мистическим контейнерам второго уровня вообще голема по процентам. А в мистическом сертификате шанс выпадения 0,40. Ну то есть получается достать мистический сертификат для большинства из нас на хотя бы даже половине рулетки не получится однозначно. Я дошел до 9 уровня. Ну то есть половину рулетки четко прошел. 9 прокрут обойдется мне в 777. Не знаю, может это какое-то магическое число. И фиг с ним. Не хотел опускаться ниже 10 тысяч. Но ради этого так уж и быть. Хорошо. Бог с ним, опустимся. Ну давай, 3 топора. Задай мне жару. Задал. Целых 2 контейнера. Целых 2 контейнера, из которых если я сейчас получаю опять только сертификаты на свободку, блин. Я буду материться очень громко где-то там у себя внутри в глубине души. Все, ребят. Ну его в баню. Серьезно. Я заканчиваю. Не вижу смысла дальше сливать свое золото на аккаунте, который пытаюсь прокачивать. В ноль. Просто по одной простой причине. Потому что у меня сейчас вот 9700 голды на счету осталось. Для того, чтобы дойти сюда до конца, мне не хватит. Ну то есть потенциально не хватит для того, чтобы забрать главную награду. То есть я буду крутить-крутить. В итоге куда-то там дойду. И за эти 18 тысяч суммарно слитой голды. Да, пускай там полторуха и еще по мелочи мне назад вернулись. Давайте отминусуем там бог с ним 3000. За 15 косарей брать кота в мешке я не согласен. Потому что если мне выпадет все, что угодно. Вот реально все, что угодно, кроме десяток. То это реально получается бредня. И сейчас объясняю почему. Потому что, допустим, К91 в составе набора можно купить за 10 тысяч. КПЗ 70. Приблизительно та же самая цена. Ну, короче говоря, практически все девятки, которые здесь есть, Их можно купить дешевле. Дешевле 15 тысяч, причем существенно. Десятки, допустим. Да, я понимаю, что СТРВК дороже стоит. И Короа 45 тонн. Но, ребят, при этом всем тот же самый Бадгер и Супер Конкуайр. Его можно купить на аукционе. Или где-то еще за 16 с половиной, 17. Но ты четко понимаешь, что ты берешь. И да, пускай ты там переплатишь немножко. Но купил товар, который тебя интересовал. Ну, а что касается восьмерок. То я, честно говоря, вообще здесь себе не нахожу ни одной восьмерки. Которая потенциально меня устроит за 15 тысяч золота. Практически любую восьмерку можно купить, грубо говоря, до 10 тысяч в составе набора. А те машины, которые давно есть в игре. Таких вообще можно купить тысяч за 7. 7 с половиной в составе, опять-таки, какого-нибудь годного комплекта. Именно поэтому не вижу смысла крутить дальше. Пишите в комментариях свое мнение. Но помните, ребят, когда вы пишете свое мнение. Особенно в частности того, что я жмот и не прокручиваю рулетки до конца. Помните о том, что, возможно, и вы их до конца не прокручиваете. А значит и я не должен сливаться в ноль только для того, чтобы записать одно видео. Я показываю все таким, какое оно есть. И рулетку на мистике вы сейчас посмотрели. Если вы за честность, подписываемся на канал прямо сейчас. Жмем на колокольчик. И обязательно тыцем пальчиком по лайку. Буду вам безумно благодарен. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.